Я благодарю Господа, что Он есть в моей жизни. Он даёт мне уверенность в трудных ситуациях. Он поставил меня на ноги после двух инсультов и даёт здоровье моему мужу, очищает его организм от радиации, которую он получил на Чернобыльской АЭС. Когда родилась наша младшая дочь Наташа, мы, конечно, очень беспокоились за её здоровье. Врачи отговаривали нас, чтобы предлагали вообще сделать, прервать беременность. Но девочка родилась здоровой, крепкой, на 4,5 килограмма. И мы готовились уже ко школе, закупили все принадлежности. Осталось пройти нам комиссию. Мы её прошли. И оставалось буквально УЗИ брюшной полости. В назначенный день мы пришли на УЗИ. Врач осмотрела Наташу. И к какому заключению пришли врачи и какой диагноз поставили? Заведующая нам сказала, что у Наташи выявлено объёмное образование в печени. И нам нужно срочно ехать в областную больницу в Пермь. Вы не представляете, что творилось в моей душе на тот момент. Я попросила братьев, сестёр во Христе Иисусе молиться, просто быть в поддержке, потому что никто не может помочь, как только Господь. В Перми мы снова прошли УЗИ. И врач, который осматривал нас, он подтвердил этот диагноз. И нас направили в онкоцентр. Врач пересмотрела все документы наши и дала направление на томограф. Пройдя обследование, нам сказали, что подойти через три дня. В назначенный день мы подошли, стали ждать, когда нам дадут результат. Вот внутри всё переворачивалось. Мы просто сидели перед неизвестностью. Наташа сидела рядом со мной. Она держала мои руки в своих ручонках. И потом, знаете, вот неожиданно она заглянула мне в глаза и говорит, мама, а правда я не умру? Это было вот просто ужасно. Вот слышу где-то от ребёнка. Просто, знаете, земля ушла из-под ног. Я не знала, как ей сказать, что ответить. И тут вышла медсестра, вынесла нам эти документы. Она подала их. Я боялась их развернуть. На насторожённые глаза ребёнка заглядывали мне в глаза. Я её обняла, прижала к себе. И мы пошли по коридору. Я увидела закуток небольшой. Там стоял стул в практике, что за такое короткое время всё у вас куда-то исчезло. Теперь Наташе уже 13 лет. Она верит в Господа. 2 марта она приняла водное крещение, занимается спортом. И мы благодарим Господа Бога за то, что Он явил нам такое чудо. Мы получили такое исцеление. Её.